Очень строго проверяли во время отъезда, что ты вывозишь с собой из страны. И мои родители уезжали, они же вообще все побросали. У нас осталась их мельхиоровая посуда, ложки, вилки и так далее. Много, много осталось. У нас свои еще были. Мы не бросали же это все. Мы все это попросили, у нас был знакомый, который тоже уезжал в это же время. И мы попросили, что поскольку он не вез вещей никаких, а он ехал в гости к дочке своей. Но он уже пожилой человек и его просто ждали, чтобы он с ребенком сидел. Он сказал, вообще ничего не бери, трусы возьми и приезжай. И мы ему попросили, чтобы он часть этой мельхиоровой тяжелой посуды положил в свой человек. А он даже ехал, такие были рабочие чемоданчики, небольшие чемоданы, такие маленькие. Тут еще тонкость вот в чем. Дело в том, что наш приятель это как бы папа его жена. И приятель нам прислал денег в доллары. Чтобы мы купили ему билет, потому что он сам не может, он как-то такой немножко растерявшийся был. И чтобы мы как-то с ним вместе как-то ехали, может быть, или что-то присматривали. И мы купили билеты так, что наш билет и его билет, там разница в полчаса была между вылетом. Единственное, что мы летели сразу на Нью-Йорк. А он как-то сначала рейсом на Кубу с посадкой в Марокко, а там дальше пересадка и уже на Нью-Йорк. Поэтому уже там мы с ним не встретились, но уезжали мы из Москвы вместе. И вот мы одновременно зашли в это стойло, где, значит, таможенник смотрит, что ты везешь. А у него был маленький такой чемоданчик вот такой. И там действительно было пара трусов, кукла ГДРовская. Тогда вообще товары все попропадали, но вот его внучка трехлетняя, на вопрос, что ты хочешь, сказал, куклу. И он там месяц бегал и сказал мне эту куклу, где-то по блату с переплатой, эту ГДРовскую куклу. И вот, собственно, все, что там было, какие-то трусы, значит, там кукла и... Наш мельхиор. И мельхиор, который мы ему дали, тут примерно такая связка там была. Ну, это ложки-вилки. Ложки-вилки, там еще такое. Ну и... А тогда уже разрешили мельхиор, поэтому ему себе, ну, немножко... Ну, конечно, какое-то... И вот, значит, и он стоит... Вот я, вот он на соседнем стойле, значит, и там такой пограничник, такая рожа пока, наверное, там уже нет. И, значит, такая... И он говорит, там, чужих вещей не везете к этому. Тот говорит, а как же? Везу. Везу. И я думаю, ну, надо же вот... Он простой был, работал сторожем на каком-то заводе. Да, он еврей-сторож. Понимаешь, он всю жизнь был сторожем. Кому скажешь, никто не верит. Это что-то привезет. Короче, я тогил простой, дядьку. И он говорит, а как же! Он говорит, обязательно везу! И тут дальше же прямо засучил, да. Он так открывается, значит, и смотрит. Готит, а что, что чужое? Он говорит, вот кукла. Он говорит, а что кукла? Он говорит, внучки везу. Он говорит, ну, понятно, говорит, кукла, внучки. Он говорит, ну, мало ее подумать, что это моя. Значит, и тут... и тут крышкой проходили а может просто-просто, да не просто не такой простой, да вот, так что вот, мельхиора нашли в этом так мы им вот дома у нас лежит, а мы пользуемся мы пользуемся, да, но у нас еще есть родительские которые мы не пользуемся так что оба мельхиора оказались у нас в руках моих родителей моих а твоих родителей не было понял